Девушки отдыхают 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 Вот логично. Я Тинюк что сказал? Красти не будет. Куля в лоб, так куля в лоб. Вон сегодня газ въебал, по сути, цени. У нас есть 20 миллиардов, а 18 миллиардов, которые нам нужны. Вы правильно скажете, что в Украине ничего не меняется. Ничего не меняется, они крадут, они крадут. А мы вы тоже? Ну, слушай, а как это называется, скажите, пожалуйста, как это называется? Ну, мы крадем, что мы крадем, мы крадем, мы крадем, мы взяли по три машины. От каждой капля, от каждой капля, капля. Слушайте, капля, ты поревняй, то, что мы здесь, за целый год мы на капку не возим. Ты что думаешь, за что жить, а что мы зашили, но сейчас прийдут нам переслати, наши сейчас идут, мы вдеваем наши службы тут, я не говорю... Я так же, он и Меревская сельская рада собирает, китай не мает. Я никогда не шкодую, я вкравил машину, я тою пів машины не отдам, потому что мне не шкода. Ну, нет такого, понимаете, если мы будем жить дальше по тихой системе, что давайте крадем и половину делитесь. Нет, мы не делимся, мы не делимся. Ну, вы сами сказали, половину заходите. Нет, 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 мы не даем начальнику, мы не даем начальнику, слушай, на тебе... Я не дам, я это еще не дам. Я уже два роки никого не дам, никого не дам. Но сейчас по селу собирают, например, что-то такое, а у нас не заходят. Хлопцы, дайте. Ну, ты же там знаешь, что и все, ты говоришь просто теоретично. Так давайте эту теорию переводите в практику. Ты приведешь в практику, пока не найдешь так. А почему вы тут на месте не можете навести? А потому что я знаю, что там не дают. Нет, мы не ведем, но мы, например, знаем, что мы возьмем, какие-то деньги. Нужно? Мы больше дам. Нужно? Мы там больше дам. А ты думаешь, что государство даст? Никто не... Понимаете, вы выводите землю, выводите гроши, знову ж таки, с левым... Но куда мы вложим? Мы не вложим соби в кишень. Я про это не знаю, смотрите. Мы дискутуем с вами про какую-то... Я понимаю вашу ситуацию, но так тоже не можно. Мы с этим боремся, и мы не хотим, чтобы у нас землю... Так, смотрите, что вы тут наобили? Да то не мы наобили, ты бачишь, что уже... Тут еще возили, тут было откуда. Давайте, не будем тут возить. Ну давай, нам еще возьмем. Давайте запалкуем. Добре, такое делаем. Дивися, в той войсковой там взяли, они им требуют приехать, они приехали разом в войсковую. Но как то они себе приехали? А ты думаешь, что войсковую нужно платить... Конечно, а где они делаются? Чтобы себе закупать, там войсковую дать гроші. Все, держава... Так, им выделили 80 миллиардов. А выделили? А если они вкрыли? Не есть суток. Их нет. Но им скажут, слушай, хочешь тебе... Я думаю, что если бы вы хоть раз приехали сюда и сказали, слушай, ты один с другом, ты больше никогда не будешь, они бы тут приехали, сделали бы вам, принаймні, дорогу, не знаю. Ну, Бартеров бы поменялись. Мы теорию говорим просто, как депутаты. А практично, ты тут не намаглюешь так. Мы же не будем пильнувать. А почему я маю ехать и пильнувать? Ну, тебе даже кто-то позвонил. Правильно? Правильно, кто-то позвонил. Знаешь, как мне ситуация напоминает? Пока мы простые и не начнем работать нормально, владельцы не будут делать. Хай приезжай. Я же говорю, что вы какой-то чиновник. Я знаю, что вы такой простой человек. Знаешь, кто-то напоминает? Хлоп бедный, если хотел, вкрав кубасу на базаре, его посадили на три года. Такая была правда. А тот вывозил, ему пехар, он ничего не боится. Давайте то менять, давайте разом то делать. Я не снимаю, давай поедем. Давайте сьогодні то оформим, завтра поедем то. Я ж хіба проти. Но ты сделал для начальства. Для какого начальства? У меня нет начальства. Для кого ты снимаешь? Для людей. Для каких людей? Для каких, которые так же живут, как и вы, которые хотят так же ездить? Для милиции это будет плюс, потому что я работаю. Они не нужны мне. Они сами завтра до меня звонят и скажут, хопай, привези. Я записываю, проблем нет. Я ж эту машину не сфотографировал. Я думаю, что завтра вы уже возить не будете. Еще придете, нам поможете. Доброго здоровья! Скажите, пожалуйста, где номер вашего трактора? Можете здесь подбить номер вашего трактора? Не можно? Я понял. Дякую вам. Ну, отхай разобираются. И что они? Так, добр, разобирали. Заплатили штраф. Дальше что? Дальше твои дела. А дальше нам скажут, хлопцы, бля, переезжайте. Мы скажем, хуя. Звоните до канцеля. Вот нехай он там не фотографирует. Там все милиция. Милиция будет смеяться. В середине она смеяться. Я думаю, что у вас тут должен быть свой канцел. Я не должен вам ехать и что-то показать. А что тебе делать? Вы тут должны иметь своих активистов. Своих людей, которые должны бомбить нахрен то все. Можете рассказывать. Можете быть активистами. Так сделайте. Ну что вы не сделаете? Вы же местные. У вас есть своя территориальная команда. Вы сами должны решать свои вопросы. А ты все не сделаешь сразу. Помогите чем-нибудь вам? Чем помогите? Показать. Чем ты нам покажешь? Теперь слушай ситуацию. Если у нас на территории есть такие понятия школа, садочек, церковь. Мы уже тут толкували. Мы толкували. И остальные такие вот события. И когда вертается до нас Бесага, люди, наши действия. Я думаю, когда вертается, например, Бесага, то я вам скажу, что Бесага мает сейчас, на сегодняшний день, очень много денег. Например, они сейчас имеют акциз, заправки, они сейчас имеют очень много денег. Больше того, сейчас я объединю территориальный громад. Еще больше подходить будет вашу Немидовскую сельскую раду. Доброе. Дивите дальше. Они не должны до вас идти просить денег. Вы до них маете просить. Доброе. Дальше. Мы должны этот песок где-то взяты. Так? Да, да. Дальше подумай. У нас в районе есть карьер? Карьеру нет. Но можно сделать, послушайте, пожалуйста, есть такой кодекс про Недра, который позволяет делать свою такую, грубо говоря, рекультивация. Доброе. То есть шар до двух метров, можно его ревнять, разруйнивать. И тем самым его куда-то продавать. До двух метров? До двух метров? До двух метров. А до двух метров какой ты песок? Для строительства? Для строительства? Ну а вы что, больше купаете? Да, Володя. Слушай, а как тебя зовут? Юра. Юра, дивися Юра дальше. Дальше такая сама процедура. Ты говоришь, что до двух метров копать, да? Если метр скрывают и метр этого песка, сколько нужно площадки? А если тот песок все равно дальше идет? Ну, шукать какое-то из других мест. Давай так вот сделаем. То все ты оставай. Я тебе даю тему. Серйозную тему. Я тебе хоть зараз привезу. Я тебе повожу потихо. Не то, что мусор. Не то, что гораю. Тут у вас есть мусор. То есть херня. Что купаю. Специально купаю, чтобы мусор скидать. Такое самое будет с часом. Все мусором. Тут такая самая ситуация. Навколо не мир вас. Столько. И шприц. Для того есть мусор сельская лада, которая должна это все делать. Вот она есть. Ну, почему вы это не заставляете их делать? А то, что думаете, что мы не говорим? Чем мы не сваримся? Говорите мало. А доски что делать? Треба приходить, приходить их каждый день, блокировать их, говорить им. Заставлять их делать. Но есть еще какая-то проблема. И дитина дома. Есть. И у меня есть. Так. Давайте владу заставим працювать. Вот она будет стараться, а я буду втипать. Кого тебе заставить? Юра. Сельская лада. Сельская, городская, территориальная громада. То ваша? А вот та влентая. Что вы все будете так вымахать руками? Нет, мы не махаем. Юра. Для чего две года назад люди гинули? Для чего? Юра. Не за то, чтобы тут вот. В Яворе, например, мы тоже постоянно, и там нас тоже так крадут, так само приезжают. А то что ты заменили? Ну я знаю, что там была такая ситуация. Я знаю тех людей, что было. Что ты заменили? Ну. Что ты не знаешь, открыто две криминальные проведения. Чем они сейчас закончатся, я не знаю. Юра. Встановлются нанесенные взбитки. Доброе. Как оно закончится, я не знаю. Я думаю, что что-то на выходе все равно будет. А я думаю, что ничего. Ну значит ничего не будет. Значит я даром поехал. Так вот, нужно было получить своим отсутствие в летосtonлели. А когда вы окarea своей машины вы realistically ком берете блюдая машины? Да, не резервовало. Так что ты их сейчас нуждаешь? Нема, они сели в машину и поехали. Три вантажных автомобиля, два КАМАЗа, один МАЗ. Я понимаю, что это військовый объект. Просто вопрос, как три больших машины заехали, трактор, а милицию не пропускают. Милиция сейчас будет разбираться. Они тоже так же знают, что это режимный объект. Треба, чтобы дали дозу автоматизации. Кто может прокомментировать это вопрос, что три больших машины заезжают без проблем, еще груженый пуску, и выезжают спокойно. Не знаю, какими дорогами. А милиция, представники владельцы, заехать не могут уже полтора часа, когда я крикал милицию. Кто может прокомментировать это? Кто они? Не знаю, я не могу сказать. Я знаю, что они тут были уже на месте. Но почему военные не контролируют подъезд до полигона? Контролируют, полигоны уже великие у нас. Пане слючат, скажите, пожалуйста, что будет с этим трактором? В данный момент проводится олимпись на подъезде. Так, как, если вы видите, на данном транспортном засобе немало номерных знаков, мы имеем табличку, по указанной таблице установим властника данного транспортного засоба, после чего данный транспортный засоб будет доставлен на арешт мельчак Юрьевского и Университета. И после этого будет там сберегаться до решения питания поисков. Все, дякую вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok